Появлению этих женщин, сестер милосердия, в белой форме, с красными крестами, в больничных палатах медгородка уже давно никто не удивляется. Они помогают медицинскому персоналу ухаживать за больными, кормят немощных, поддерживают словом и делом тех, кого болезнь приковала к постели. В наше прагматичное время они делают это совершенно бескорыстно, подчиняясь одному стремлению помогать другим. Здравствуйте, моя хорошая. Как я рада тебя видеть. У Екатерины сложная многооскольчатая травма. Она уже пять месяцев находится в травматологии медгородка. Сестры милосердия так ее вдохновили и укрепили силу духа, что она мечтает к ним присоединиться, как только поправится. Оказавшись в такой ситуации страшной, мне тоже захотелось помогать в первую очередь. Я вижу, как сестры помогают практически всем, кто оказался в таких вот трудных ситуациях, кто не может сам есть, кому-то не приходят родственники. И сестры все это берут на себя, понимаете, на свою душу. Это до мурашек, до слез. Вот у меня, действительно, говорю, у меня мурашки идут. Меня коснулось лично. Толетинское сестричество зародилось при храме медгородка во имя целителя Пантелеимона еще в 2014 году. Духовный руководитель сестер с тех лет до настоящего времени – настоятель больничного храма протеерей Андрей Гриев. Многие сестры у нас избирают путь в дальнейшем уже сестринского служения. Поступают в Толетинский медицинский колледж, проходят обучение, получают дипломы и уже работают медицинские сестры. Совсем недавно ряды свято-елизаветинского сестричества пополнили еще 8 человек. Обряд посвящения состоялся в храме во имя святого целителя Пантелеимона в медгородке после божественной литургии. Теперь 30 женщин в белой форме с красными крестами будут осуществлять свое служение в больницах и поликлиниках города. Вместе с ними действуют еще 14 волонтеров. Несмотря на пандемию, тем не менее, мы продолжаем больничные служения и на территории Толетинской городской клинической больницы номер 5. Пока на сегодняшний день это только неврологическое отделение, и сестры там у нас кормят, осуществляют гигиенические процедуры. Также служатся молебны в Толетинской больнице номер 2 имени Баныкина. И также сестры помогают в детской Толетинской городской больнице и в Толетинском пансионате ветеранов труда. Толетинское сестричество зарождалось на базе неврологического отделения 5-й городской больницы. Пациенты тяжелые где-то составляют примерно 40% нашего отделения. И, конечно, мы не всегда справляемся сами с уходом за такими пациентами, и поэтому сестры милосердия нам очень помогают. Да и самое главное, если честно, не уход в работе с пациентами, а именно общение. Каждый идет к Богу своим путем, говорят сестры. Светлана Антакова стала ходить в храм, когда заболел ее сын. Сейчас у него все хорошо, появилась семья. Помощь ближнему стала потребностью души Светланы. Вот уже 7 лет она в сестричестве. Прошла обучение по направлению «младшая медицинская сестра». Пациенты некоторые отказываются принимать пищу. И родственники просят нас, чтобы мы покормили. С наших рук они как бы успокаиваются и принимают с благодарностью. Это бывает очень даже часто. Наталья более 20 лет работала в школе учителем русского языка и литературы. На пенсии не могла представить себя в сидящей на лавочке. И сегодня одно из любимых ее послушаний – работа с детьми в детской многопрофильной больнице. И мы начали ходить два раза в неделю заниматься с детишками. Готовили мастер-классы. С удовольствием дети откликались на это и откликаются. Детишки маленькие приходят с родителями. Благодарят. Слава Богу за все. Еще одно направление работы сестер милосердия – кормление бездомных. Мы уже кормим бездомных с января 2015 года, получается. Вот уже два с половиной года. На Московском проспекте 8. Собираются около 20-25 человек у нас обычно. Кормим по вторникам и четвергам. Каждый день, сталкиваясь с людским горем и болезнями, сестры милосердия легче переносят собственные неприятности и скорби, которые бывают в жизни у всех. Терпение, смирение, любовь и помощь другим воплощают в жизнь одну из главных заповедей Христа – возлюби ближнего своего, как самого себя. Юлия Шевцова, Александр Туровский, программа «Обозреватель».